В Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему законодательное обеспечение жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. В каком положении сегодня оказались жители этих территорий и почему не все законы Российской Федерации работают в Арктике, нам расскажет заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политики местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. Александр Константинович, добрый день. Добрый день. Я начну с вашей же цитаты, которую вы озвучили в ходе парламентских слушаний в Государственной Думе, заявив о том, что существующее законодательство, которое касается коренных народов Севера, недостаточно, либо оно не работает. По какой причине это происходит? Тут надо прямо сказать, что в 90-е годы государство полностью ушло с Арктики. Ушло. Это прямо официально даже было заявлено тогда и председателем правительства, руководством тогда страны, что Север мы будем осваивать или работать по-другому. То есть в 90-х годах, когда вы говорите, государство ушло из Арктики, то есть люди не получали никаких социальных выплат и льгот? Как это выражалось? Когда была государственная поддержка арктических регионов, были кредитные ресурсы, завозили централизованно нефтепродукты, продукты первой необходимости, смуку, сахар и так далее, для бюджетной организации. Но потом практически это передали в регионы. И не только это, и другие вопросы, связанные с заработной платой, социальными выплатами, много. И много вот тогда датировали авиаперевозки и так далее, была малая авиация, транспорт. Это целый комплекс вопросов, связанных с комплексом развития арктических регионов. А насколько сегодня идет массовый отток населения с этих территорий? Массовый отток очень сильный был, особенно в 90-е годы. Ну, потом люди езжали в Украину, Белоруссию и так далее в свое время. Вот когда период распада центральные регионы, на последнее время немного стабилизировались. Например, половина Магаданской области уехали, очень много с Камчатки, Сахалина и других. Например, Якутия более-менее. Почему? Потому что регион сам все-таки в этом плане не сдавал позиции в развитии промышленности и так далее. Сам поддерживал. Ну, более такой регион, но более сильный. А при освоении Арктики сегодня наметился какой-то экономический рост этих территорий? По отдельным отраслям уже сдвиги есть, я бы хотел сказать. Например, по северному морскому пути объем повышается, дойдет скоро до 6 миллионов тонн нефтепродуктов, нефт, газ и другие. И уже сегодня есть возможности, понимаете. Уже авиация поднимается, какое-то сельское хозяйство, оленеводство и так далее. Они все-таки регионы поддерживают. Но надо нам все-таки здесь принимать, я однозначно говорю, все-таки Россия это северная, арктическая страна. Всегда мы этим гордились и много, в советское время проводили огромную работу. И сегодня без государственной поддержки, без четкой, целенаправленной политики, север, Арктика не поднят нам, понимаете. Насколько целесообразно менять федеральное законодательство? Может быть, здесь можно обойтись именно изменением регионального закона? Ну, вопрос правильный, но, к сожалению, все это были приняты на федеральном уровне. Понимаете, эти федеральные законы, лесной кодис, замельный. И регионы принимают, они очень много приняли законов, да, на своем уровне о защите вот этих народов. И, например, о оленеводстве приняли, или о территориях традиционной природопользования, например, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, Республика Цаха, Якутия и так далее. Очень интересные, даже о кочевых школах, о кочевых народах и так далее приняли. Но это, если не будет поддержки на федеральном уровне, для этого существует федеральное государство, хотя бы рамочные законы обязательно мы должны принимать. А как же стратегии, в которые должны быть включены эти вопросы? Да, стратегии, все это записано очень хорошо. Есть стратегии, есть концепции по развитию, что надо защищать, сохранить уклад, традиционный уклад жизни, образа жизни коренных народов. А что для этого? Конечно, вот надо внести определенные изменения в те законодательства, которые были приняты вот уже последние годы. А после появления стратегии, почему сразу не перешли к совершенствованию законодательства? Знаете, вот, конечно, время нужно. Я считаю, что... Получается, прошло 6 лет уже, а мы только сейчас приступаем к анализу законодательства. К сожалению, этот сам государственный механизм разворачивается достаточно медленно. Но я считаю, что все-таки нужен комплексный такой подход. Арктика как особому субъекту управления, государственного управления, понимаете? А на сегодняшний день уже существуют какие-то законодательные инициативы, которые вы можете озвучить? Да, сегодня есть. Это, во-первых, по закону о социально-экономическом развитии артистской зоны. Уже концепция есть, ученые. Еще два года назад он был разработан, но, к сожалению, не внесен. Конечно, стимулы должны быть. Очень серьезные. Сегодня времена другие, конечно. Вот. За романтикой, как гранция, не поедешь. Сейчас, конечно, вот материальные, моральные стимулы очень должны быть сильные. Александр Константинович, спасибо вам большое за интервью. Желаю вам успешной работы в этом направлении. Ну, если надо, приглашайте. Тема острая. Будем вместе обсуждать. Редактор субтитров А.Семкин